Я приветствую всех, кто присоединился не совсем сразу. Мы находимся с вами на онлайн-секции, лекции, первой международной арт-резиденции креативных индустрий. Это формат, где можно познакомиться с фикерами из России и мира. Вот онлайн-формат проходит при поддержке Ульяновского областного художественного музея, Медвежного центра современного искусства, кластера творческих индустрий, фонда креативных технологий Ульяновска культурная столица. Первую очень информативную, интересную лекцию мы слушали. Сейчас переходим к следующей, к лекции Дарьи Калининой. Дарья основательница и президент фонда поддержки и развития современного искусства ArtKardinei, специалист в области русского авангарда Экадемира Малевича, автор проекта «Искусство как конкурентное преимущество в бизнесе». Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, здравствуйте. Приветствую всех, дорогие друзья. Сейчас я расширю свой экран. А вы мне передали авторские права, отлично. Вообще хочу сказать, почему меня волнует эта тема. Наверное, моя лекция будет во многом такой призывной, потому что я убеждена, что художники — это те люди, которые сейчас двигают прогресс, те люди, которые стоят... Так, всё. Те люди, которые действительно формируют наш эстетический ландшафт, которые дают новые креативные идеи для любого бизнеса. И моя лекция направлена, в первую очередь, на бизнесменов, наверное, для того, чтобы объяснить им, насколько важно и нужно сотрудничать с художниками, насколько ценны коллаборации. Но сегодня я стараюсь обращаться к самим художникам, чтобы показать им весь объём тех коллабораций, тех возможностей, тех направлений, в которых они могут поработать с брендами, повысить их значимость, потому что, на самом деле, я считаю, что художники сейчас — это такие локомотивы, они в авангарде, они действительно начинают строить нашу экономику. И переломить вот этот стереотип, когда говорят, что художник должен быть бедным, и что художник много денег не заработает, это вообще какая-то профессия, которая находится на обочине, вот это всё не так. Я хочу вас призвать к тому, чтобы вы были открытыми новым возможностям как со стороны бизнеса, так и художники, и понять, что сейчас приходит ваше время. Опять-таки, бизнес 21 века построен на уликальности. И вообще бытует мнение, что именно бизнес, именно деньги, бизнес создают тренды и диктуют, что будет в моде. Но я хочу сказать, что это совершенно не так. И сейчас пришло время посмотреть на это совершенно с другой точки зрения. Бизнес 21 века — это уникальность, это что-то новое, свежее, яркое, креативное. Именно художники могут сформировать эту уникальность и вывести любой бизнес в топ, вывести над конкуренцией, поднять на совершенно новую высоту. И давайте задумаемся, что именно искусство подаёт правильные знаки. Именно искусство формирует бренд любого бизнеса, его легенду, его ценности, которым хочется быть сопричастными. Оно вызывает определённые чувства и эмоции, за которые сейчас бьётся 80% рынка. И сейчас эпоха визуализации и слога нового времени. Мы должны это увидеть. И бизнес начинает понимать, что нужно присматриваться к художникам, которые смогут помочь эту уникальность сформировать. Искусство — это власть. И нужно заметить, что самая высокая борьба, самая мощнейшая борьба на самом высоком уровне всегда ведётся именно на уровне образа. Выигрывает самый сильный и самый мощный образ. И крупные бренды это понимают и вкладывают огромные деньги и в визуализацию своего бренда, и в логотипы. Поэтому всё это действительно оправдано. Но как это работает? Как я уже сказала, это работает и на самом высоком уровне, формируя бренд той или иной страны, формируя бренд той или иной или компания, начиная от каких-то визуальных образов, которые нас ассоциируются, допустим, с Парижем, ассоциируются с Америкой, с Россией, но и заканчивая обычными упаковками, на которые мы реагируем изо дня в день. И действительно, это очень важно. Искусство окружает нас везде. Я не знаю, как вы, дорогие друзья, но я когда была маленькой, мы выменивали вот эти фантики, потому что они были фантастически красивыми. И у кого их было больше, считался вот такой у нас привилегированным в нашем кругу. Потому что действительно, сделай красиво, и рука потянется сама. Так вот, этот слайд на самом деле не случайен, потому что современное искусство формирует ДНК всех производств. Вы не можете производить ничего, не познакомившись и не разбирать в современном искусстве. Это касается любого производства, начиная от каких-то сладостей, заканчивая фэшн и другими-другими направлениями, о которых мы тоже сегодня будем говорить. Поэтому именно современные художники формируют наш эстетический ландшафт, они формируют этот экономический рычаг. Именно из художника бьет вот этот фонтан пластических решений, реализуя которых мы приходим и покупаем, мы тратим на это огромное количество денег. И действительно, мощная экономика выстраивается в содружестве с современным искусством. Поэтому бренды это понимают, они на это реагируют. И как раз-таки для художников это огромная возможность строиться в тот или иной контекст бизнеса. Ну, а вообще хочется сказать, хочется вообще опять-таки показать роль и значимость художника. Появляется Джексон Поллок, и мы начинаем говорить о совершенно новой странице в эпохе фэшн. Появляется огромное количество новых коллекций, тканей, текстиля. Появляется Дэн Флавин, и мы начинаем говорить о каких-то невероятных неоновых вывесках, без которых сейчас очень сложно представить любой мегаполис. Это не только неоновая реклама, которая формирует огромный бизнес. Это в том числе различные инсталляции, которые сейчас встраиваются в различные тоже какие-то бизнес-проекты. Если говорить про Санкт-Петербург, гастрономическую столицу России, то очень сложно представить ту или иную кафешку без какой-либо неоновой вывески. А это все родилось, оттолкнулось от визуального решения художника. Это огромная индустрия концертов и различных шоу, на которые приходит большое количество людей. Хочется сказать, что в зависимости от той или иной того или иного концерта или выступления собирается огромный чек, на который можно спасти экономику маленькой страны. А это всего лишь визуальное решение, с которым работал художник Дэн Флавин. И посмотрите, к чему это приводит и как это работает. Мы говорим про Демиана Хёрста, который в 1991 году создал свою знаменитую акулу, которая работает и с черепом, и с насекомыми. Я вот сейчас пытаюсь сопоставить, как вообще это все коррелирует, какое это влияние имеет на тот или иной бизнес. И сегодня мы будем разбирать самые успешные кейсы, самые денежные кейсы. Это все про деньги, потому что все-таки этими категориями хорошо как-то вот все измерять. И спустя 10 лет Александр Маккуин перебатывает эту идею. И Александр Маккуин, дизайнер культовый, совершенно гениальный, до которого до сих пор молится огромное количество дизайнеров и коллекции, которые продаются с огромным успехом. И вот давайте сравним вот эту акулу, вот ту идею, тот визуал, который придумал Демиан Хёрст, опять-таки его визуальное решение, и как его трансформировал Александр Маккуин в своем знаменитом перформансе. Вот мы здесь можем наблюдать свою перформансу 2001 года, где в стеклянном кубе модели очень элегантно демонстрируют потрясающие наряды, но они не видят зрителей, они тоже как будто бы вот как-то, как бы, как такие светлячки вот в стеклянной банке, то есть можно тоже какую-то аналогию с акулой провести. Вот обратите внимание на это центральное большое пространство, пространство, вот сейчас мы увидим, и там как раз находится любимая модель Алюсьена Пройда, известного художника британского, и вот тоже тут перформанс, такое идет нагнетение, все это в стеклянном кубе, в стеклянном кубе рушится другой стеклянный куб, и что мы видим? Давайте вот замрем на секундочку, посмотрим финал. Рушатся эти стеклянные стены, и мы видим огромное количество бабочек, огромное количество бабочек, которые заполоняет, вот эта маска напоминающая череп, и сейчас будут выходить модели тоже демонстрировать наряды, и опять-таки мы видим вот эти аллюзии, мы видим то, как один успешный художник обращается к другому, и эти визуальные решения помогают зарабатывать деньги, потому что мы прекрасно понимаем, что любой фэшн-показ это не просто красивые модели, красивые образы, это еще и перформанс. Сейчас не один показ не находится без шоу, и Александр Макуин очень удачно анализирует идеи Даниэла Форста, и эта коллекция является одной из самых успешных. Конечно же, я не могу не сказать про Казимира Севериновича Малевича, появляется Малевича, он открывает супрематизм, и давайте подумаем, а как идеи Малевича трансформировались спустя время, кто является его последователем, но наверняка это самые богатые люди мира, и это действительно так. Смотрим на Заху Хадид, гениальнейший архитектор, который считал Малевича своим учителем, который посвятил свою первую дипломную работу, вот здесь вот она представлена Малевичу, она работала с идеей архитектонов Малевича, и давайте посмотрим сейчас, к сожалению, уже ушедшая, но ее бюро продолжает успешно работать, это самые высокие чеки, это самые лучшие проекты, это единственная женщина, которая получила архитектурного Оскара, и те визуальные решения, на которых она базировалась, на которых она училась, привели ее к колоссальному успеху. Вот Заха Хадид и супрематизм, и что для меня особенно важно и ценно, это какая-то своеобразная гордость, что Заха Хадид читал огромное количество лекций про Малевича за рубежом, и таким образом популяризировал русский авангард, я считаю, что это отдельный пласт нашей культуры, который заслуживает самого достойного и пристального внимания, у меня вот есть отдельное исследование о том, как воплотились визуальные решения, разработанные в русском авангарде, и каким коммерчески успешным проектом это привело. Смотрим Заха Хадид, вот эти фантастические издания, которые действительно поражают воображение, и действительно все началось с того, что Заха Хадид долгое время изучал творчество Малевича, и это на нее очень сильно повлияло, и тем не менее спустя какое-то время это помогло сформировать ее фирменный стиль. Наверняка все узнали Гошу Рубчинского, и опять-таки одна из самых коммерчески успешных его коллекций, где он использует элементы супрематизма, и вообще давайте посмотрим на Гошу Рубчинского, это один из немногих дизайнеров, который действительно завоевал мировую арену, который дружит с Каней Уэстом, и Каней Уэст в свое время приезжал в Москву, к Гошу Рубчинскому, они посещали выставку, посвященную русскому авангарду, даже есть вот эта знаменитая фотография, где он держит каталог, посвященный Александру Родченко, по-моему, то есть вот тоже одна из самых успешных коммерческих коллекций. Мы говорим про Малевичи, это новое слово в обложках, это новое слово в полиграфии, в дизайне. Мы говорим про Малевичи, вот эти вот, как их называют правильно, бутылочки он создавал для завода Бракар, и посмотрите, как это все трансформируется. То есть вообще один художник, который очень много экспериментировал, который действительно был очень стилеобразующим, начиная от прекрасной бутылочки меда, которая действительно завораживает, ее хочется купить, заканчивая какими-то прекрасными зданиями и модными коллекциями, это все художник. Поэтому, дорогие художники, я вас призываю ценить себя и осознавать, какой вклад вы можете внести в экономику страны и мира, что ваши визуальные решения могут действительно стать основой ДНК ряда бизнесов. Появляется Жан-Мишель Баскья, и посмотрите, этот художник сейчас является одним из самых дорогих художников мира, и вот его работа потрясающая, это тоже один из моих любимых художников, очень ему нравится. И посмотрите, его элементы начинают использовать модные дизайнеры, я бы сама купила вот какие-то такие вот ботинки, потому что они очень стильные, действительно их хочется купить, в этом есть какой-то бунтарский дух. И дизайнеры прекрасно понимают, что помещая какие-то элементы, связанные с творчеством Жанна Мишеля, внедряя их в коллекции, они точно будут коммерчески успешными, потому что молодое поколение очень любит Жанна Мишеля за какую-то внутреннюю свободу, за вызов, за то, что невозможно повторить, кто бы не пробовал, Жанна Мишель – это суперзвезда, и он всегда будет, так скажем, номером один. И художники очень вдохновляются, очень любят его, поэтому, собственно говоря, большое количество коллекций. Но, может быть, многие знают из вас группу Диантворд, я в свое время занималась тем, как визуальное решение художников влияет на те или иные, так скажем, визуальные решения людей из шоу-бизнеса. И, на самом деле, если вы посмотрите группу Диантворд, их клипы, ну, на самом деле, как бы это очень такая мощная история, очень сильная эмоциональная, и такая вот, конечно, нужно иметь крепкие нервы, чтобы смотреть их клипы, но, тем не менее, посмотрите, практически каждый клип построен на эстетике Жанна Мишеля. И Диантворд, это, ну, сейчас у них немножко, по-моему, снизилась популярность, они как-то вот исчезли, но в свое время они гремели, собирали стадионы, зарабатывали огромное количество денег, и в том числе вот они используют визуальное решение художника, начиная от одежды, заканчивая эстетики, которая внедряется в сами клипы, и многое-многое другое, поэтому, на самом деле, это очень интересно поизучать. Ну, как не сказать про Пакраса Лампаса, это художник, который, мне кажется, больше всех сейчас сотрудничает с брендами, очень, ну, я считаю, что это как бы фигура очень показательная в этом плане, то есть его коллаборации могут оценивать по-разному, но, тем не менее, он задал такой тренд, тон, что нужно сотрудничать с брендами, и вот что касаемо Пакраса, художники, пожалуйста, присмотритесь, если вот среди тех, кто слушает, есть представители арт-резиденции, у вас обязательно должна быть своя команда, что сделал Пакрас, из-за чего, ну, мне кажется, это гениальный ход, он собрал команду, он сотрудничает, у него своя мощная команда продакшн, они создают крутые видео, они создают крутой визуал, с ним сотрудничает большое количество специалистов, потому что художник на данном этапе, сейчас, в нынешних реалиях, должен быть сам себе продюсер, сам себе арт-дилер, СММ-щик, человек, который закрывает продакшн, сам себе юрист, бухгалтер, и прочее, 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 если вы хотите быть успешным, и это очень сложно совместить в одном человеке, вы не разорветесь, потому что вам еще, помимо каких-то менеджерских функций, все-таки нужно творить, и создать искусство, совершать другой процесс, команду, коллаборируйте с другими, делайте друг друга сильнее, я всегда призываю, и вот, что касаемо фонда, и что касаемо там, от себя лично, друг друга к объединению, потому что действительно, художник сотрудничает там, еще с какими-то ребятами по продакшнам, они могут усилить друг друга, и вот как раз-таки, Пакрас, он очень здорово выстроил вокруг себя, вот эту вот цепочку людей, с которыми в команде он работает, так вот, возвращаемся к его коллаборациям с брендами, но опять-таки хочется сказать, что про последователей русского авангарда, и про коммерческий успех, мы сейчас говорим именно про коммерческий успех, Пакрас является поклонником Казимира Малевича, о чем он неоднократно говорил, даже на какой-то своей лекции, он перешел с книжкой, на обложке которой был «Черный квадрат», и говорил о том, что вот, конечно, русский авангард там изменил вообще мое видение, на искусство, я по-другому стал все это воспринимать, и, собственно говоря, это и побудило его назвать себя основателем направления каллиграфа-туризм, и вот, собственно говоря, вот этот вот крест, который Пакрас создал в Екатеринбурге, вызвал очень много резонанса, но в том числе это тоже какой-то имидж сформировало бунтарство, дерзость и яркость, и я считаю, что эта история пошла Пакрасу только на плюс. Мы смотрим на коллаборации с какими-то спортивными брендами, по-моему, это бренд Nike, и опять мы видим здесь какие-то визуальные решения, которые очень напоминают супрематизм, я вот даже здесь «Черный квадрат» заметила. Так, ну, сотрудничество, вот, допустим, с Альфа-банком было довольно-таки интересным, с компанией Mac, вот это самая большая каллиграфия, по-моему, в Риме, а он делал для компании Fendi, то есть мы говорим о том, что его выбирают бренды не только на территории России, но и за рубежом, с алкогольной продукцией, с ламборгини, и даже с молочной продукцией, поэтому, конечно же, у Пакрасы бывают очень интересные коллаборации, которые как-то сложно комментировать, но тем не менее это факт, это художник, который мощно сотрудничает с брендами, бренды его любят, и, ну, давайте вот что-то учиться лучшему, учиться успеху. Мне кажется, что победителей не судят, и в этом плане вот этот кейс очень показательный, что вот рядом с нами в Санкт-Петербурге есть такой художник, который сделал много коллабораций, это значит, что вы тоже можете. Двигаемся дальше. Я полностью убеждена, что существует прямая связь, разбираться в искусстве и быть на высоте, и давайте посмотрим, как известные медийные лица сотрудничают, делают коллаборации с искусством. Вот это очень классный кейс, когда Бейонсе и Джей Зи сделали классный клип в музее Лубра. После этого огромное количество людей просто хлынуло в этот музей. Я считаю, что это потрясающая коллаборация, и опять-таки тоже какая-то свежесть в образе этой звездной пары. Ну, конечно же, Леди Гага, которая, на мой взгляд, является воплощением современного искусства, и тот же Александр Макуин сыграл в её жизни, я считаю, что очень немаловажную роль. Вообще Леди Гагу изучают сейчас её феномен гарвардские учёные, и опять-таки давайте... И все её образы, они тоже строятся на взаимодействии с современным искусством, на коллаборации с художниками, и вот мы здесь видим работу Джеффа Кунца, опять-таки тоже самый дорогой художник современности. Давайте подумаем, в чём секрет. В том числе, что в наставничество себе Леди Гага берёт королеву перформанса Марина Абрамовича. И этому не стоит удивляться, то есть действительно самые высокоопланчиваемые звёзды шоу-бизнеса, а не только шоу-бизнеса, компании, они понимают, что нужно сотрудничать с художниками, и, так скажем, ну вот вы видите, креатив к креативу, перформанс к перформансу, любое появление Леди Гаги, это всегда перформанс, и это всегда всё сделано на высочайшем уровне, поэтому, собственно говоря, всё очень просто и очень очевидно. Канни Уэст и Кос. Опять-таки, Канни Уэст, он очень много сотрудничает тоже с художниками, и вообще очень интересная в этом плане фигура, обложки, тоже какие-то визуальные решения. Это всё взаимодействие с художником, с такаси-мураками. Вот, опять-таки, вот этот художник, о котором я говорила, вот этот, да, который создал ему Кос, который создал ему обложку, но об этом художнике я скажу ещё в следующих слайдах, а сейчас пока вернёмся к Канни Уэсту, продолжим. Какие-то презентации альбомов делаются в стиле перформанса, какие-то модные показы. Ну, конечно же, мало просто быть хорошим артистом. Нужно черпать какие-то новые источники и направления, нужно сливаться в коллаборации, обновляться, постоянно удивлять. Именно искусство позволяет это сделать, современное искусство позволяет это сделать в полной мере. Ну, а мы вернёмся к этому художнику, о котором я говорила. Это показ бренда Dior. Вот эту скульптуру установили на показе Dior. И, собственно говоря, на каком-то этапе этот очаровательный, я не знаю, как его даже назвать, герой украшал бутики Dior. И, опять-таки, вроде бы какая-то игрушка, да, какой-то смешной персонаж. Но это усиливает внимание к бренду, усиливает какую-то, ну, как бы, лояльность, показывает, что бренда Dior очень креативный бренд. И о чём мы сегодня ещё в финальной части моего выступления обязательно поговорим. И то есть нужно смотреть, что, как бы, коллаборация с художниками идёт на самом разном уровне, начиная от людей шоу-бизнеса, заканчивая крупными модными брендами. И вот как раз-таки хочется сказать, что Dior показывает, что они идут ногу со временем, что они экспериментируют, и они таким образом подключают ещё и молодую аудиторию. Так, вот эта картинка уже сейчас имеет совершенно другой оттенок, такой уже, наверное, такой коварный прищур представителя семейства Арно. Но я хочу сказать о том в этом слайде, что, да, успешные люди всегда были неравнодушны к искусству, и действительно, многие говорят о том, что вход в самые высшие слои, вход в элиту осуществляется за счёт искусства. Все вот эти вот аукционы, Сотбис и Кристи, вот вся вот эта атмосфера, это действительно не просто антураж, а самое дорогое в мире это современное искусство. И картина Марка Ротко стоит как крыло самолёта, а то и как сам самолёт, поэтому не случайно самые богатые люди являются коллекционерами. Это показывает сопричастность к очень узкому кругу, к очень закрытому кругу, что ты можешь себе это позволить. Но я ещё скажу о том, как искусство работает с сознанием, почему бизнесмены используют искусство как новый источник знаний, но тем не менее это факт. Успешные люди всегда были неравнодушны к искусству, богатые люди всегда коллекционировали, были меценатами, и тоже художники присмотритесь к этому и проанализируйте. Вот прекрасная наша троица, Роболовлев, Роман Абрамович и Михельсон, которые совместительства являются ещё и мощными фигурами в области современного искусства. Роман Абрамович, как мы знаем, построил музей «Гараж», Михельсон создаёт фонд «Вак», и сейчас уже ГЭС-2 в Москве. Недавно открылся Роболовлев со своей фантастической коллекцией, и как раз-таки Роболовлев тоже был героем фильма «Спаситель». Если вы не смотрели этот фильм, обязательно посмотрите. Очень интересно про самую дорогую картину в мире. Леонардо да Винчи «Спаситель», как эту картину открыли, как она перекочёвывала от одного владельца к другому. Интриги, расследования, аукционы, всё это безумно интересно, поэтому... И вот как раз-таки одной из ключевых фигур в этом фильме был наш русский олигар. Ну, собственно говоря, всегда... От чего вообще мы отталкиваемся, да, от наших русских меценатов, бизнесменов, Третьяков, Саму Мамонта, Щукин. Тоже анализировала эти личности. Хочется вот сказать несколько ремарочек, прежде чем мы двинемся дальше, что Крамской отвечал, что вот опять-таки деньги, искусство, может быть, вообще искусство помогает развивать интуицию до такого уровня, чтобы предугадывать, какой выигрышный проект, куда стоит вкладывать деньги и формирует такой бизнес-чутье. Вот об этом мы поговорим немного дальше, а вот я хочу поделиться с вами такой мыслью. Крамской говорил, что у Щукина дьявольское чутье. Щукин гениальный коллекционер, может быть, это как-то взаимосвязано. Мамонтов из пяти миллиардов, которые он зарабатывал, три тратил на современное искусство. И Щукин, спонсор Матисса, тоже, как вы прекрасно знаете, был непедным человеком, вообще открыл Матисса, и каким был бы наш мир современного искусства без Матисса. Ну и, конечно же, я не могу не сказать про компанию Apple, которая вообще базируется на современном искусстве, и мне хочется процитировать слова Стива Джобса, гениальнейшего Стива Джобса, который придавал огромное значение эстетики для формирования своей успешной компании. И он говорил о том, что мы сделали иконки на экране такими хорошенькими, что вам захочется их лизнуть. Вот действительно, обратите внимание, эмоции, чувства, это то, за что бьется сейчас 80% рынка, и компания Apple, они понимают, что это основа, и обязательно нужно создавать продукт, который будет вызывать эти эмоции. И, конечно же, сотрудники компании Apple изучают искусство, они изучают историю искусства, они в тренде относительно того, что происходит на рынке, и вы прекрасно узнали, наверное, картину Пикассо, да, и вот у нас значок компании Apple, который вот есть у меня сейчас на макбуке, то есть все взаимосвязано, и, конечно, компания Apple сотрудничает с музеями современного искусства, с Нью-Йоркским музеем, и вообще хочется сказать отдельно про Стива Джобса, он в свое время, когда бросил колледж, он посещал уроки каллиграфии, и это вообще, как он говорит, перевернуло всю его жизнь, и это повлияло вообще на то, на те шрифты, на те пропорциональные, прекрасные шрифты, которые есть у нас сейчас в компании Apple, и действительно, вот возвращаясь опять к его словам, в ДНК Apple заложено, вот опять-таки цитата Стива Джобса, в ДНК Apple заложено, что одних технологий недостаточно, технологии должны быть совмещены с искусством, гуманитарными науками, чтобы заставить наши сердца петь, а вот сейчас я вам покажу ролик 12-го айфона, и вот вы мне скажете, заставило ли это петь ваши сердца, и хочется ли вам после такой рекламы, которая, я думаю, что не оставит ваши эмоции равнодушными, купить это айфон или нет, вот, давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, на мой взгляд, потрясающая реклама, действительно, она пропитана, вот она побуждает покупать, и вот вы заметили, что действительно компания экспериментирует на уровне цвета, на уровне каких-то потрясающих визуальных решений, и постоянно они придумывают что-то новое, и сама реклама, она же очень креативная, необычная, поэтому художники, без вас бизнес просто пропадет. Фонтанируйте своими гениальными решениями, и делайте этот мир лучше с точки зрения красоты, с точки зрения укрепления бизнеса. А теперь я хочу рассказать про компанию, с которой сотрудничает наш фонд, и это компания LG, и буквально недавно они изменили вектор в своем брендинге, в своем позиционировании в сторону искусства, собственно говоря, почему вот мы стали сотрудничать, и я хочу вам показать те выставки, которые спонсируют компания LG, это просто какая-то фантастика, они сейчас даже некоторые свою рекламную кампанию, своих мониторов делают на базе такого, что это как произведение искусства, давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, собственно говоря, они поддерживают не только там различные выставки, работая с топовыми художниками, но в том числе и образовательные программы, лектории, сотрудничать с Пушкинским музеем, и вот хочу вам тоже показать монитор, который они адаптировали буквально там два года назад тоже под картину, то есть вы можете расположить этот монитор у себя на стене и таким образом строить какую-то галерею у себя дома, поэтому тоже они популяризируют приобретение искусства, идею коллекционирования, я считаю, что это гениальный ход и вообще компания LG как-то стала более свежей, динамичной после того, как они внедрили свою концепцию взаимодействия с искусством. Ну и, конечно, похвастаюсь, компания LG выступили генеральными нашим проектом Team Они подали молодым ребятам гранты обучения Мы сейчас закупили гранты в Академии Штигрец Международной школы креативных подростков Туму Москал, которая есть по всему миру и для них очень важно взращивать свою молодую креативную аудиторию тем более художников, которые потом спустя какое-то время разработают какие-то визуальные решения для их компании Поэтому как раз-таки компания LG очень деликатно, очень точно, очень выверенно внедрила искусство в свою бизнес-стратегию, в свою имидж-стратегию Я считаю, что это прекрасный кейс и достойный пример Но опять-таки давайте вернемся немножко к другому области Хочется сказать о том, что все-таки искусство это источник новых знаний И особенно сейчас, когда все старые схемы рухнули и десятки стратегических задач они принимаются на уровне интуиции и действительно именно современное искусство помогает эту интуицию сформировать оно формирует совершенно какие-то тонкие еле уловимые вещи и современное искусство дает свободу мышления в области в рациональное именно туда где находятся все ключевые решения которые выведут выведут из конкурентного поля и надо понимать что мы живем в мире когда ну кого-то очень сложно удивить чем-то поэтому формируя работая с современным искусством оно включает дар визионерства оно помогает правильно расставлять акценты оно помогает принимать задавать правильные вопросы оно оттачивает логику принятия решений и вообще хочется сказать что сейчас уже бизнесмены работают с искусством даже на уровне HR и я сочетала какую-то статью по-моему в журнале Forbes как один из бизнесменов он же очень крупный коллекционер на руководящую должность назначал человека беседуя с ним об искусстве потому что искусство показывает уровень вашего мышления как ничто другое и действительно бизнесмены начинают работать с искусством как с областью новых знаний поэтому художники пожалуйста частные консультации какие-то курсы потому что логика материала допустим краски глина глины или там допустим железо многие художники работают там алюминии вот Алексей Ган работает это совершенно другая логика и познавая логику материала вы получаете уникальный опыт который вы можете потом транслировать на свое деятельность в бизнесе плюс ко всему искусство помогает помогает оно дает очень как бы правильные знаки вот давайте с вами как раз таки об этом поговорим вот представьте такой мысленный эксперимент оно подает правильные знаки вот здесь у нас на картинке два слайда первая это работа Марка Ротко второй это работа Фрэнсиса Бэйкона это одни из моих любимых художников и вот представьте вы приходите в офис к человеку и там вот расположены вот эти всякие картины ну наверное вот у вас уже вот сразу возникнет ощущение что вот с этим человеком просто не будет что это глубокая вдумчивая личность что это какой-то несущая в себе какой-то концептуальность какие-то подводные течения и вот представьте бизнесмен который хочет заключить какую-то важную сделку и у него уровень мышления на уровне Фрэнсиса Бэйкона и Марка Ротко и он приходит к своему потенциальному партнеру у которого висит вот это вот это у нас Илья Глазунов и господи как его ну кто догадался кто догадался Ника Сафронов да вот как бы если вы на визуальном уровне у вас не произошел коннект то и в делах и в бизнесе вы не договоритесь поэтому я сейчас буду говорить про обстановку про то как это все влияет имейте ввиду что искусство подает очень точные правильные знаки поэтому посещая какие-то офисы или думая о том что вы будете располагать в своем офисе очень будьте внимательны и бдительны потому что это сразу показывает ваш интеллектуальный уровень так и действительно сила искусства манипулирует эмоциями зрителей Кандинский об этом говорил и он анализировал то как цветовые сочетания влияют друг на друга я не буду сейчас отдельно об этом останавливаться у нас у меня там всего лишь осталось 20 минут я бы заранее хотела предупредить я все вопросы я в чате напишу свою почту все вопросы можно мне задать по почте просто мне хочется как можно как бы больше дать вам информацию и показать эту тему объемнее так вот искусство манипулирует эмоциями зрителя и на самом деле бизнесмен с помощью искусства может может сформировать свою собственную цельность он может манипулировать своими эмоциями и как правило эмоциями своего окружения принимая какие-то решения и мы говорим если мы говорим о комнате переговоров и о силе абстракции а если мы говорим о каком-то произведении то чистого автономного автореферентного искусства просто не существует в любом искусстве таятся вот эти токи вот эти подводные течения которые начинают на нас неосознанно влиять поэтому такая позиция делает художника возводит художника на привилегированный уровень и сам Кандинский говорил что это очень элитарная позиция работать с искусством получать новые знания и это тайные знания поэтому будьте аккуратны с искусством вот вы думаете это все шутки да повесить какую-то картину и она с вами начинает работать сильное искусство мощное оно задает свои правила помните в начале своего выступления я сказала что образ это самое сильное что только может быть и самая высокая борьба ведется именно на уровне образа поэтому это очень важно это крайне важно поэтому сейчас многие компании тоже вдумчиво к этому относятся то есть можно офис оформить так а можно и так я не знаю вы узнали или нет это офис один из офисов компании ВКонтакте который находится в Санкт-Петербурге здание Зингер и коллеги поделились что как только им нужно принять какие-то важные решения и они уже заранее знают что переговоры будут идти туго они назначают встречу вот в этой в этой прекрасной комнате которая тоже уже как бы под воздействием общего впечатления ну как бы стимулирует оппонентов к более лояльной позиции поэтому это все действительно работает и художник может дать предпринимателю как я уже сказала возможность научиться манипулировать собственным умом и как следствие умами других людей ну и Канзинский конечно же об этом знает как никто другой и я всем бы еще раз советовала перечитать его книгу о духовном искусстве и посмотреть на искусство с точки зрения область новых знаний как для бизнесменов так и для самих художников еще раз ну вот собственно говоря великая абстракция вот мы думаем что здесь ничего не изображено как это может на нас воздействовать на самом деле это мощнейшее воздействие которое может нас и вдохновить и собственно говоря убить всю нашу мотивацию поэтому будьте аккуратны с искусством на самом деле доверяйте ему учитесь у него но я хочу тоже сделать такую небольшую ремарку говорят о том что вот знаете ну как бы ставят перед искусством какие-то вот там правила ну-ка удиви меня такого не бывает и отдельно я скажу как работать с творческими личностями в компании тут нет дедлайнов тут нет планов тут так не работает поэтому доверьтесь искусству и вовлекайтесь разрешите искусству с вами работать и будьте максимально гибкими бизнес да искусство бизнес нуждается в искусстве потому что помогает найти ему устойчивое конкурентное преимущество про устойчивость в нашем современном мире говорить очень сложно но если мы не будем эту устойчивость искать если мы не будем это конкурентное преимущество искать то мы моментально будем на обочине любых бизнес-процессов Потому что это очень мощная гонка, и любое решение, которое может быть вообще просто, вот есть такая книжка «Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта», где как раз таки авторы говорят, что конкурентное преимущество весит не больше снов бабочки. И это действительно так, какое-то малейшее решение, какой-то малейший нюанс может просто вас вывести на другой левел моментально. Но тут нужно быть чуткими, тут нужно быть открытыми, тут нужно убрать все свои понты куда подальше и довериться художнику. В чем главная проблема бизнеса, на мой взгляд? Вы не доверяете художнику, вы ставите перед ним ТЗ, вы убиваете все творчество, там нет никакой энергии, там нет никакого импульса. И потом вы говорите, а твоя стратегия не сработала. Не сработала она только потому, что вы не доверяли художнику, творцу этой силе, потому что вы зашли на поле искусства и начали играть там по другим правилам. Здесь так не работает. А в искусстве все по-другому. Нужно относиться с уважением, с трепетом, с тактом, как к самому искусству, так и к творцу, к художнику, как к какому-то проводнику. Я, конечно, понимаю, может быть, есть определенные моменты с точки зрения, что творческие люди немножко там неорганизованы, но тем не менее я за то, чтобы было уважение. И это основа. И опять-таки вот искусство помогает формировать новые нейронные связи, которые дают эти инновационные ходы, эти инновационные решения. И тот опыт, вот почему еще мне понравилось, что Оксана, по-моему, Оксана, которая была спикером передо мной, говорила о том, что пробуйте разное, находите какие-то хобби, пробуйте разный опыт. Потому что взаимодействие с каким-то новым опытом дает новые нейронные пути. И вы с помощью, как бы по закону психоанализа, вы переносите этот опыт на другие области. И вот там рождается эта инновационная. И как раз-таки говорят, что да, не случайно, все самое классное находится на стыке областей. Мощное, яркое, новое. И вот поэтому тут нужно взаимодействовать с искусством, наращивать свои нейронные связи. И чем больше у вас будет взаимодействия с искусством, тем мощнее, многоходовее будет ваша нейронная сеть. И опять-таки мы говорим про бизнес. Это же ведь не только, как бы это же еще нужно предвосхитить порой, да, какие-то потребности людей, придумать что-то новое. Это же не только как-то интересно качественно обслуживать, да, своих клиентов. Это еще возможность предвосхитить эмоции, создать вообще какую-то новую область бизнеса. А вот это как раз-таки там, в области рационального. И порой какая-то проблема, она существует в области логических решений. Но когда мы выходим в область искусства, оно нас выносит совершенно в другую плоскость, совершенно в другую систему координат, где этой проблемы, может быть, не существует. Или она решается каким-то, ну, совершенно иным образом. Поэтому хочется сказать, что это действительно власть, это действительно мощь, это действительно сила. И часто возникает вопрос, что именно бизнес нуждается в интуиции, нуждается в искусстве. Почему? Потому что простое какое-то решение, его легко повторить. А вот решение, в том числе визуальное, которое основано на эстетическом опыте вашем, вы смотрите и не понимаете, как это сделано. Потому что здесь смесь всего, эстетического опыта, ваших переживаний, эмоциональности, какого-то там, ну, такая сборная солянка. И вот вы смотрите, боже, это фантастика. А как повторить? Ну, не получается. А почему? Потому что это всё было основано, в том числе, на искусстве. И это уже область других координат. Поэтому это, я всех призываю заниматься современным искусством, потому что искусство понимает, помогает ставить в том числе стратегически правильные вопросы. А сейчас, в нынешних реалиях, это очень важно. Самое главное, это адаптивность. Самое главное, уметь поставить правильный вопрос. И на базе интуиции сделать верное решение в системе координат, где очень много неизвестных. Посмотрите, мы живём в мире, где всё меняется каждую секунду. И если не прокачивая интуиция, то очень сложно в этом хаосе балансировать. Но искусство вам поможет это сделать. И как оно поможет это сделать, вот сейчас мы посмотрим. Джексон Поллок, Джексон Поллок, капельная живопись. Итак, он отключал мозг и позволял руке делать то, что она захочет. Не продуманно и не хаотично, а что-то среднее. Называлось это автоматическое искусство. Поступим, как в звёздном пути. Давай, подключи свой интеллект. Извини, я Кирк, ты варп-двигатель. Подключи интеллект. Нет, вдруг бы Поллок сделал всё наоборот. Не отключал бы свой мозг, а сказал, знаете, я ни черта не нарисую, если чётко не пойму, для чего я это делаю. Что тогда? Он и штриха бы не нанёс. Да, видишь, ты мой человек, что не откроет рта, не подумав. Верно, не единого штриха. Суть не в том, чтобы действовать на автомате. Но найти действие не автоматическое. Рисуешь ты, дышишь, говоришь, тракт или влюбляешься. Хороший совет. Отключить свой интеллект, доверять художникам. Пропущу какие-то вещи. Ну вот, допустим... Ну вот, хочется быстренько пройтись по четырёх принципам, которым искусство можно научить бизнес. Принцип оптимизма. Это умение сохранять высокий градус на всех этапах. Это очень хорошо работает в архитектуре, когда от момента воплощения идеи могут пройти десятилетия. Очень важно сохранять вот этот тонус. Принцип уточнения. Каждый морзок, каждый штришок ведёт вас вот к такому идеальному решению. То же самое в бизнесе. Очень важно дойти до той сути, когда ты понимаешь, что вот это идеальное решение и вот всё остальное, это не работает. Вот найти то самое. Принцип наращивания смыслов. Это тоже очень важный момент, когда шаг за шагом вы смотрите на проблему объёмно, с разных сторон, с разных подходов. И в искусстве вы знаете, что с прошествием времени, смотря на ту или иную работу, вы смотрите на неё совершенно по-другому. Вы входите уже в какие-то более дальние слои, вы смотрите с другого плана, вы замечаете какие-то ранее незамеченные детали. И вот это вот наращивание смыслов, это тоже очень круто работает в бизнесе. И принцип внутренней необходимости, мой любимый, искусство формирует интеллектуальный зуд, хочется докопаться, формируется любопытство, хочется узнать что-то новое, докопаться до сути. И это тоже очень важно в бизнесе, сохранять вот этот интерес, неугомонность, находить какие-то интересные решения. И вот здесь вот на видео, которое мы полностью смотреть не будем, Пабло Пикассо, вот посмотрите, в начале, это то ли, я не знаю, что это за фигура, то ли это какая-то рожица, рожица или еще что-то. И вообще он начинал, начинал эту работу делать, там буквально, ну вот с каких-то вот таких вот элементов, сначала это была рыба, потом вообще это был пикник, а потом вообще вот какая-то там чертика, какая-то вообще смешная рожица. Это говорит о том, что тоже в процессе бизнеса за финальной картинкой, точнее, за финальной картинкой лежит очень-очень много слоев, всего того, что трансформировалось. И это тоже очень важно для художников, работать, рисовать, переделывать, это тоже вас формирует, у вас как бы очень классный навык мыслить совершенно по-другому. Поэтому, ну опять-таки, Пикассо фантастически успешный коммерческий художник, я думаю, что тоже есть чему поучиться. Вот, а мы двигаемся дальше, очень хочется сказать про удержание кадров, формирующих уникальность, потому что если вы хотите построить успешный бизнес, вам надо уметь с творческими людьми работать. И тут нужно посмотреть в сторону режиссёров, в сторону продюсеров, которые работают с большой концентрацией творческих людей. Эти люди сводолюбивы по своей природе, вам как бы, ну вы не сможете с ними вот так вот, ну как скажем, какое-то панибратство устраивать, это совершенно другая плоскость, совершенно другая энергия. И этому важно научиться. Если вы сами не вовлечены, если вы сами не работаете, вам никогда не заманить вот такого гения, который выведет вас в топ. А на самом деле, тоже, дорогие бизнесмены, будьте внимательны, что существует два типа гения, есть талант концептуальный, это те художники, которые выстреливают первую половину жизни, если опять-таки вернуться к тому же Пикассо, его ранние работы, там голубого, розового периода, они стоят гораздо дороже, чем поздние работы. Есть экспериментирующие таланты, которые раскрываются под завес, так скажем, своей жизни. Ну, тот же Малевич, да, как бы он «Чёрный квадрат» написал в 36 лет. И вообще он раскрылся, как мастер уже, так скажем, будучи в осознанном, в таком возрасте зрелом, да, тот же самый Гоген, его поздние работы просто фантастические, по сравнению, там, всего, с его ранними работами. Поэтому будьте бдительны, не думайте, что, как бы, не ставьте на человеке крест. Вот это тоже умение разглядеть гения, таланта, раскрыть его в своё время, это тоже очень важный навык для бизнеса, для бизнесмена. Ну, опять-таки, если мы, как бы, вернёмся к самым успешным коммерческим компаниям, мы увидим, как они завлекают вот этих гениальных людей, которые помогают делать их бренд самым, как бы, мощным и коммерчески успешным. Они создают вообще музей современного искусства на рабочем месте, максимально подпитывают их креативность. И, опять-таки, тоже, как бы, не ожидайте какой-то креативности, если вы даже не позаботились о том, чтобы ваши сотрудники находились там в вдохновляющей обстановке или не создали для них определённые условия. Так вот, мы сейчас быстренько пробежимся в оставшееся время о том, для чего бизнес коллаборирует с художниками, с искусствами. Опять-таки, дорогие художники, держите ушки на макушке, это ваше время. Вот мы показали, вот сейчас, ну, как бы, я постаралась показать всё максимально объёмно, сейчас вот мы отрезюмируем, и вы увидите, что у вас колоссальные возможности, что бренды вообще ищут вас. Это имиджевая стратегия. Допустим, банки создают коллекции искусства, Юникредитбанк, у них вообще слоган «Искусство на рабочем месте». Вот фонд «Луи Виттон», Мальбах, они строят центры современного искусства, свои музеи. «Луи Виттон» делает всегда фантастически красивые декорации для своих витрин. Посмотрите, это просто красота, ну, это, смотришь, уже глаз радуется. Какие-то интересные коллаборации с точки зрения, ну, не знаю, того продукта, который они производят, сумочки. И вот хочу вам показать быстренько два ролика. Эта коллаборация с Джеффом Кунсом, какие классные ролики они сделали, как они постарались. И действительно, эта серия тоже привлекла небывалый интерес к самому бренду. Посмотрите. Так, ну, второй не будем смотреть, потому что у нас уже время нового. там есть на самом деле два ролика. Посмотрите, найдите, они очень классные. Вот. Ну вот, ну ладно, он же включился, но прям... И как бы уже даже пританцовывать хочется под такую музыку, естественно, как бы они убивают там нескольких там зайцев, еще привлекая молодежную аудиторию. Вот. Прада Марфа, это была работа художников, которые вообще здесь решили сделать павильон, чтобы вот высмеять, так скажем, вот это вот желание покупать люксовые бренды. Ну, как Мюча Прада, она сама коллекционер современного искусства, потрясающая креативная женщина. Она не только дала им возможность пользоваться логотипом, она еще их снабдила различными там туфельками, сумочками. и в итоге это произвело потрясающий коммерческий ход. Мюча Прада, браво. Бьонса сфотографировалась на фоне этого павильончика, и все, и началось паломничество, все захотели там фотографироваться, какая-то вообще интересная история вокруг этого стала развиваться, ну и, соответственно, расти чек этой компании. Ну и вот, собственно говоря, тоже хотела показать вам вот это видео. тоже Мюча Прада, как вы знаете, она всегда коллаборирует с современным искусством, и вообще художница, которая работала над этой компанией, над этой коллекцией, это обычная девочка из Инстаграма, у которой было тысячи подписчиков. Я лично находила ее, мне было так дико интересно, ну как так? У тебя там тысяча подписчиков, ты совершенно неизвестная художница никому, но то ли Мюча Прада, то ли как-то ее сотрудники нашли эту девушку, привлекли, и им показалось очень интересным ее в эти визуальные решения, и художники, вы можете привлечь бренд, такой как бренд Прада, только потому, что вы талантливы, понимаете, вас могут заметить, и это как раз-таки история про то, что если ты талантлив, то тебя может заметить даже крупный бренд, и вот сейчас у этой девушки 15 тысяч подписчиков, ну то есть после компании, естественно, она стала более популярной, но это тоже крутой кейс, который показывает, как, что чудеса случаются, что бренды действительно в вас нуждаются, художники, вот, так как я не буду показывать, бренд Uniqlo, который тоже работает с художниками, вот, соответственно, как бы, BMW являются спонсорами ArtBudel Miami, тоже строят различные, и вот как раз-таки они каждый год делают какую-то коллаборацию с тем или иным художником, вот, Джек Кунс, и это тоже классное шоу, это возможность привлечь богатых клиентов, сделать такой мощный, классный ивент, и вот, госты, со своей вот этой машиной, где сидят яркие гости, потрясающие события, ну вот, вот как выглядит эта машина, а вообще, вот, на следующий год уже делали с дополненной реальностью, поэтому художники, работающие с дополненной реальности, тоже сейчас наступает ваше время, и вот, тоже хотел сказать, вот это кадр, но это видео тоже можете на нашем YouTube-канале посмотреть, мы как фонд тоже сотрудничали с автомобильным брендом, правда, это была компания Mercedes, мы приглашали коллекционера Сергея Лимонова, который рассказывал об искусстве, да, о клиентах Mercedes, и это был фантастический вечер, просто, ну, как бы Сергея не отпускали, и такой дух коллекционирования возник, вообще, было здорово, тоже можно посмотреть, ну, собственно говоря, у меня уже заканчивается время, я сейчас чуть-чуть пролистаю, вот бренд Uniqlo, тоже они сотрудничают очень много с современным искусством, вот, вы видите, очень-очень большая вокруг этого выстраивается история, компания Muse, ну, различные издания, то есть, сейчас там, бутики, то есть, искусство формирует эстетическую прорезь, в которую вкладываются деньги, и завершая эту лекцию, у меня там есть еще, как бы, продолжение, но я и так уже пыталась максимально уложить, сделать выступление емким, хочется сказать, что, дорогие бизнесмены, доверяйте художникам, следите за ними, пытайтесь окружить себя эстетикой, посещайте выставки, поддерживайте художников, поддерживайте их исследования, поддерживайте кураторов, поддерживайте людей, которые пишут об искусстве, молодых авторов, потому что вы увидите, как в долгосрочной перспективе, я призываю не ждать быстрых результатов, вы получите от этого материальный профит, художники, понимайте, что сейчас ваше время, это время ваших возможностей, и с учетом того, что вы вообще являетесь рычагом экономики, без красиво эстетически сделанных вещей, бренд, вещей каких-то, я не знаю, машин, одежды, ну, невозможно двигаться дальше, именно ваше визуальное решение формирует эту заветную привлекательность, и я очень счастлива, что мы выступаем в одной секции с Евгением Потапенко, он, Женя, добрый вечер, он участвовал тоже в нашей конференции «Искусство как конкурентное преимущество в бизнесе», правда, посвященное цифровым технологиям, и я очень счастлива, что сейчас я передаю слово именно ему, потому что он, как никто другой, тоже сотрудничает с брендами, развивает, взаимодействует, взращивает художников, поэтому я уже плавно буду, так скажем, завершать и передавать слово моему коллеге, многоуважаемому, любимому, я думаю, что будет прекрасное время с Евгением и новый опыт и новые знания. Все, спасибо. Большое спасибо.